Приятно вспомнить школьные годы и вновь посидеть за партой. Особенно если представить, что когда-то на этом самом месте могли сидеть, ну скажем, Владимир Крайнев или Леонид Чижик. Школа, в которой мы сейчас находимся, дала путевку в жизнь не одному десятку знаменитостей. И в этом нет ничего удивительного, ведь это школа для особо одаренных детей. Харьковская музыкальная десятилетка. История Харьковской средней специальной музыкальной школы-интерната началась за 10 лет до ее официального открытия. Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Собственно рождение специальной музыкальной школы произошло в 1943 году. История школы – это история побед. Харьковские исполнители, композиторы, теоретики регулярно показывали блестящие результаты на смотрах, конкурсах и олимпиадах самого высокого уровня. И стали инициаторами создания новых, престижнейших конкурсов и фестивалей, известных сегодня во всем мире. Суперзнаменитость Владимир Крайнев и начинающие музыканты на одной сцене. Такое увидишь нечасто. Впрочем, начинающими их можно назвать разве что по возрастному критерию. На самом деле в свои 7, 8, 10, 15 лет это уже сложившиеся музыканты, профессионалы. И свое право выступать в одном концерте со звездой мирового масштаба заслужили. Тем более, что этот концерт состоялся в честь 60-летия их родной школы. Можно много говорить о гениальности, природной одаренности, феях у колыбели, или, как поэтично выражается сам Владимир Всеволодович, Всевышний поцеловал в лобик «Ты будешь музыкантом». Все это так. Но только они сами, а еще их педагоги и родители знают, чего это стоит. И как непросто на самом деле быть особо одаренным ребенком. Сколько нужно провести человека часов у инструмента. А сколько вам нужно отказаться, сколько отдать нервов и вообще самого себя и вложить в нечто мифическое, вечно ускользающее и недосягаемое, имя чему музыка. Многие не выдерживают и уходят. Так есть и так было долгие 60 лет. Их не осуждают. Профессия очень трудная. И, положа руку на сердце, не самая престижная. О них говорят не наши дети. Зато те, кто остается, имеют возможность получить музыкальное образование, равного которому нет в мире. Во всяком случае, на начальном этапе. Мы везем детей в национальную филармонию. Мне за этих детей не стыдно. Их нигде не стыдно показывать. Ни в мире, ни во Франции, ни в Германии. Ну, везде этих детей можно показать, как наш продукт высочайшего, так сказать, уровня. Почему правильно? Потому что у нас нет той материальной базы, из той снастки, которую имеют зарубежные. Вот если у них за рубежом проснулось чувство, я хочу быть музыкантом, 10 лет, 12 лет, родители мне купят прекрасный инструмент, стэнвей, или там скрипочку хорошую, или кларнет хороший. Одним словом, тот инструмент, на котором отвечают международные стандарты. Они обязательно наймут прекрасных педагогов, которые есть. Мы же выпустили столько музыкантов по всему миру. Везде работают русские, украинские педагоги. В самых лучших учебных заведениях. Европа, Америка, даже Япония, даже Китай теперь. Увы, это действительно так. Получив блестящее среднее образование в харьковской десятилетке, они уезжают из нашего города туда, где есть нормальные залы, нормальная акустика, нормальные инструменты, в конце концов. Взять хотя бы рояли. Весь мир сегодня играет на стэнвеях и ямахах. В харькове же стэнвей один. Выдавший виды инструмент, давно перешагнувший полувековой возрастной рубеж, стоит в зале филармонии, вмещающем 500 человек. Маловато для полуторамиллионного города. Вот и получается, что для того, чтобы в Харькове состоялся конкурс Крайнего, очень престижный и известный в мире, японцы специально везут сюда рояль. Без этого конкурс не мог бы считаться международным. Шесть конкурсов прошли за 10 лет. Шесть раз. Невзирая на огромные траты, в Харьков транспортировался стэнвей с настройщиком, оснасткой и прочими атрибутами. Месяц пребывал в нашем городе и отбывал в Японию до следующего конкурса. Конечно, японцы делают это не ради Харькова. Они делают это исключительно ради Крайнего. И нам, Харьковчанам, просто повезло, что у Владимира Всеволодовича такая щедрая душа. И еще, что он, в отличие от многих, не забыл свои корни. Так что ничего удивительного, что выпускников музыкальной десятилетки больше знают в мире, чем в родном городе. Конечно, мы очень известны в мире. У нас проводился конкурс Жордания дирижеров. Члены жюри этого конкурса случайно узнали, что у нас воспитывалась... Самошка, Кравченко, Нана и Романовский. Это очень известные пианицы сейчас в мире. Они кончили в 90-е годы, вот 10 лет тому назад. Когда они узнали, что они учились в этой школе, они не поверили. Говорят, не может быть, что в одной школе воспитывалось вот три таких известнейших пианистов мира. Они извели желание прийти в нашу школу, посмотреть, в каких классах они занимались. Они пришли, мы теперь самые лучшие друзья стали с менеджерами этого конкурса. Они узнали, что Регина Горовец всю жизнь работала в нашей школе. Но какое учебное заведение, можно сказать? Вот у нас работала сестра Горовец, которая была более одаренная, чем Владимир Горовец. Это все признают. Формула простейшая. Можно быть в тысячу раз более одаренным человеком, чем те, кто блистает на мировых сценах. И таких, окончивших музыкальную десятилетку, и в Харькове сегодня достаточно. Но тогда нужно смириться с тем, что ты, выдающийся музыкант, будешь трястись в переполненном автобусе на работу, получать копейки и обреченно осознавать, что наше общество не дает ни экономических возможностей, ни социального заказа на талант. Сегодня у воспитанников музыкальной десятилетки все-таки есть выбор. А лет 20 назад невозможно было и мечтать о том, чтобы так свободно показывать себя в мире, учиться в престижнейших консерваториях и получать гарантированную работу в лучших оркестрах. Сегодня перед ними открыты все дороги. Жаль только, что они ведут не в Харьков, а из него. И наш любимый, добрый, такой прекрасный, талантливый музыкальный город продолжает оставаться на задворках Великой музыкальной империи. А тем временем, в 2003 году в России были даны две государственные премии в области музыкального искусства. Вы, наверное, и сами уже догадались, уважаемые телезрители, что их получили воспитанники Харьковской музыкальной десятилетки. Мы назовем только имена – Татьяна Гринденко и Владимир Крайнев. И не нужно быть пророком, чтобы предположить, что нечто подобное вполне может произойти и в 2004, и в 2005, потому что идут годы, а новые Гринденко и Крайневы продолжают рождаться. И это происходит у нас, в Харькове, в Харьковской музыкальной десятилетке. Короткое эфирное время не позволяет нам показать и назвать всех, кто уже прославил свою школу и кому предстоит это сделать. И имена, которые вы видите на ваших экранах, лишь малая толика громких, известных на весь мир имен. А дети, чьи исполнительское искусство вы можете сейчас оценить, отнюдь не выбирались специально. В этом нет необходимости, потому что подобное происходит каждый день, каждый час и в каждом классе Харьковской музыкальной десятилетки. Харьковская музыка Субтитры создавал DimaTorzok